Приветичи! Это Зельда Слёзы Королевства и мы продолжаем. Значит, в комментариях мне написали, что я пропустил какое-то воспоминание. Сейчас я тебе всё покажу, у меня всё записано. У меня ни одного воспоминания не пропущено. Всё как надо. Значит, вот они все идут. Смотри, первое воспоминание, скорее всего, оно откроется тогда, когда мы откроем все. Типа, с чего всё началось. Потому что в самом начале мы видели пробуждение. Дальше мы посмотрели ролик про Зельду, которая очнулась в прошлом. Незнакомый мир, когда Зельда узнала, что она находится в древнем Хайруле, а её встретил король-основатель Хайрула и принцесса. Дальше Зельду отвели к Минерве, которая рассказала, как ей можно вернуться в настоящее, например, под видом дракона. После чего на Хайрул нападает Геруда, и мы встречаем Ганандорфа. Это тот, кто и напал на Хайрул, собственно. И после неудачной попытки, когда Рауру отразил нападение, Ганандорф приходит в замок Хайрул проситься под крыло короля. Именно на этой серии очень много было догадок в комментариях. Какие-то из них правильные, какие-то нет. Для тех, кто прошлую серию не смотрел, спойлерить не буду. Посмотрите её. Ну а мы возвращаемся в мир Хайрула. У меня здесь вот такая вот интересная штуковина есть. И тут стоит представитель расы Горонов. Чё расскажешь? Страт зовут его. Я построил гигантскую башню, ты только посмотри. Я уже видел, на звонок похоже. На самом деле, наверху этой башни есть огромный гонг. И зачем он там? Я подумал, что он пригодится для испытания силы. Хочешь испытать свою силу? Ну давай попробуем. Испытание силы в том, чтобы выбить из гонга на самом верху башни очень громкий звук. Брось что-нибудь побольше в гонг, но только из-за всей силы. Вот увидишь, гонг обязательно отшифирует. Ты можешь бросать всё, что найдёшь по пути. Здесь есть остатки материалов, из которых я строил башню. Тут много чего валяется. Не знаю, что это за предметы, но смело используй всё, что посчитаешь нужным. Как только прозвучит гонг, испытание будет закончено. У тебя есть только одна попытка. Также надо заплатить небольшой взнос за участие. Всё-таки я построил это своими руками, понимаешь? Звнос за участие в одном раунде 30 рупий. Принимаешь участие? Блин, это что за разводняк, а? Хочешь поучаствовать? Ну в принципе ладно, не разводняк. Хорошо, хорошо. Вот тебе 30 рупий. Я всё позготовил. Погнали! Предметы можно брать любые. Тут есть предметы, которые я ранее даже не видел. Вот, например, вот это что это такое? Какой-то кол. Для вампиров, да? Зачем этот кол? Ну-ка, подожди-ка. Ох ты, нифигаси, смотри, этот кол проходит сквозь предметы. То есть его как бы я вбиваю. На то он и кол. Обалденно! То есть коле можно вбивать во что-то, а не крепятся. И, соответственно, сейчас, подожди, ну-ка. Допустим, вот этот камень взять и закрепить. Он будет держаться на этом коле? Офигенно! Классная штука! Я хочу такие. Мне очень нужны коле. Где мне такой магазинчик найти? Ладно, с этим мы разобрались. Коле вытаскиваем. Вот эта вот штука. Че это такое? Вот это вот. Похоже на какую-то, я не знаю, неваляшку. По крайней мере, жопа у него такая. Что-то неваляшистое. Непонятно. А если по нему ударить? Ага! Неваляшка с активатором. То есть пока она не активна, она не работает. Когда ты ее ударил, она активировалась, и неваляшка заработала. Ну, вроде как так. Отключаем. Да, действительно, неваляшка с активатором. Прикольно. Есть огромное колесо. У меня такие есть. Дальше, смотри. Есть еще взрыватели. Вот такие у меня тоже есть. Мы находили их. И вот это что такое? Пружина какая-то. Какая-то пружина. Так, так, так. Сейчас мы ее поставим. Отпускаем. Запрыгиваем. Прыгаем. И ничего. Видимо, ее тоже нужно активировать. Хорошо, не проблема. Вот так вот. Воу! Воу! Нормальненькая пружинка. Хороша, чертовка! Ясно. У меня есть куча вариантов. Ага. Эту пружину еще не нужно натягивать каждый раз. У меня есть несколько идей, как ударить в гонг. Первая из них это попробовать использовать пружину. То есть я ее вот сюда сейчас поставлю. Возьму металлическую бочку. И она почему-то кажется тяжелее, чем огромный камень. Ставлю по центру. То есть, ну вот прям вот как надо, да, вроде бы. Сейчас я ударяю. О, сработало! Конец. Мне показалось, или я слышал ручание монстра. Оказывается, и такой звон возможен. Мой слух подсказывает мне, что твой результат на этот раз 62 города цепела. Возьми. Это твое вознаграждение за отличный звук. Опал дал. Угу. Я уверен, что ты можешь еще лучше. Давай посмотрим, на что ты способен. Угу. Хочешь пройти испытание? Вот это уже называется разводняк. Меня засасывает в игру его, понимаешь? А я во все это втягиваюсь. Ай-яй-яй, нехорошо. Это как казино. Старт! Значит, возьмем в этот раз неваляшечку. И прикрепим к ней, наверное, реактив. Или это будет слишком? Как думаешь? Не, неваляшка, наверное, улетит вместе с реактивом. Так, значит. Кладу ее сюда. Потом прикрепляем к ней палку. Огроменную палку. Я думаю, что даже несколько палок понадобится нам на все это. Вот еще одна. Отлично. А какой высоты нам палку? О, нам, походу, все стержни понадобятся. Последний стержень. Закрепили. Теперь мне нужно проверить длину. Хватит ли ее в высоту. Ну, как тебе сказать? В принципе, вроде хватает. А что если... Смотри, что я сделаю. Если я... Ага, я ударил по конку, но как бы он не прозвучал. И теперь крепим к нему вот такой вот булыжник. Ну вот, значит. Все готово. Надеюсь, что получится. Давай. Бьем. Нет, не попал. Вот. Что, именно... Именно вот эту штуку надо ударить? Опа! О, вот это удар. Новый рекорд. Я уже был подумал, что это гром прогремел. Теперь я понимаю, как может звучать гонг. У меня до сих пор в голове звенит. Ну ты даешь. Мой слух подсказывает мне, что твой результат на этот раз 101. Города зацебел. Никогда раньше я не слышал ничего громче этого гонга. Это же музыка для моих ушей. Я впечатлен. Возьми вот это. Топос он мне дал. Я уверен, что ты можешь еще лучше. Давай посмотрим, на что ты способен. Не-не-не-не-не. Все-все-все. У меня денег больше нет для тебя. Как бы отваливай. Соточку выбил пока, что мне этого хватит. В следующий раз к тебе приду. У меня еще вообще-то миссия важная есть. А ты меня тут в игры всякие замаливаешь. Так что я сваливаю. В общем, что я подумал, пока вышка заряжает мною. Я решил, что хватит смотреть воспоминаний. Мне их осталось всего шесть штук еще открыть. Плюс дополнительные воспоминания. Поэтому я предлагаю уже начать сюжетные квесты. То есть сейчас мы направляемся с тобой в первую деревню. Где увидели следы аномалии. На которую нам указала Пура. То есть вот сюда. По-моему, если мне не изменяет память, это деревня Рита. Кстати, вот отсюда уже видно. Да, это деревня Рита. А вот это, по-моему, второй геоглиф, который мы с тобой посмотрели. А еще мне дико интересно, что там за куп огромный лежит. Или это часть храма упавшая. А вон, кстати, подо мной домик. Который мы спасли в прошлый раз. Я вижу там опять бокоблинов. И снова стало холодно. Надо что-нибудь съесть горяченького. Ай-яй-яй. Все очень плохо. Ничего горяченького и острова у меня нет. Поэтому придется забежать снова в этот домик и проверить, как там наши путешественники. И пустят ли меня они еще раз, если тут снова появились бокоблины. Тук-тук. Там кто-то есть. Может, помощь. А, все по-новому? Серьезно? Вот это поворот. Ладно, пойдем раскидаем. Мне в любом случае нужно в этот дом зайти, чтобы изготовить себе еды. На эту холодную зиму. Ребята. Мне ваше мясо бы еще пригодилось, кстати. Я возьму мерзлофеле. Защищает от жары, кстати. Ай, опять попался на этот улов. На эту мерзлячую штучку. Ох ты, ударил меня. Все, с ними разобрались. Довольно быстро. Давайте уже впускайте, мне готовить надо. Я надеюсь, что в деревне Рита мы найдем костюм, который утеплит нас. Так как у меня только штаны есть, а наверх-то я ничего не могу надеть теплые. Привет, ребят. Может, опять что-нибудь поделитесь? Во! Она мне еще раз дала у вас разелить. Благодарю тебя. Эй, это было мое. Да что ты жадничаешь? И что сделаешь? Вот-вот, спасибо, дамочка. Ой, щит заодно заберу. Съедаем только что приготовленные перчики. И понеслась. 7 минут нас холод не будет тревожить. И чтобы как можно быстрее добраться до деревни Рита. Покатили. А тут кто у нас? Чей-то домик. Тут кто-нибудь живет? Эй-эй. Я вижу записку какую-то. Осмотреть. Заметка на столе. Дневник грибника Наты. Мы с сестрой проделали целое путешествие в Эбру ради местных грибов. Из-за катаклизма в окрестностях появилось много пещер. Хотя в пещерах можно найти самые разные ценности. Семечки фонариса или глыбы породы. Нас, сестрой, интересует лишь особый гриб, который растет только в пещерах. Очень интересно, что это за гриб. А вон, кстати, вон они, эти путешественники, видимо, которые оставили эту заметку. И они как раз напротив пещеры. Что же за гриб вы ищете? Мы далеко зашли. Но лучше нам вернуться. Приветики, дамочки. На-то, сестричка, ну ее эту пещеру. Давай уйдем отсюда. После катаклизма столько пещер появилось. Найдем другую. А то это так и киши тварями. Мне от этого домой ужасно захотелось. Ну что ты такой говоришь? Давай хотя бы подсветинники соберем, которые в пещере растут. Мы же еще ни одного подсветиновика не нашли. А их кроме как в пещерах больше нигде не бывает. Мы же одиних сюда пришли. Давай соберем хотя бы десяток штук. Тогда и пойдем домой. Ну пожалуйста. Ната, ты шутишь, да? Если тебе так сильно хочется, то иди за ними одна. Одна? Так сестры не поступают. Идем вместе. Что это? Какой густой запах. И слабое едва заметное сияние. Неужели у тебя есть подсветиновики? Слушай, может поделишься с нами подсветиновиками? Нам много не надо. Всего-то с десяток штучек. Ладно, держите. Вот, спасибо. Но я не хочу убрать их просто так. Давай я дам тебе вот это взамен. О, спасибо. Оно мне как раз пригодится. Ты нас так выручил. Благодаря тебе нам не придется идти в пещеру. Какая удача, что у тебя оказалось столько подсветиновиков. Несмотря на то, что они растут только в пещерах. Видно, ты опытный грибник. Да и в пещерах, похоже, разбираешься. В пещерах можно найти много скрытых сокровищ, каких больше нигде нет. Породы, с которой добывают драгоценные камни, семечки фонариса, которые светятся в темноте. Ну и подсветиновики, конечно. Смотри, сколько ты их набрал. Кстати, раз уж так вышло, может быть... Ах, на-то, неужели ты об этом? Конечно, это должно быть оно. Но неужели такое возможно? Да никаких сомнений быть не может. Извини, мы никому не можем об этом рассказать. Это наш секрет. Только между сестрами. Ну, хотя... Если наши дороги снова пересекутся, можно будет считать это знаком судьбы. Тогда мы ему все и расскажем. Ого, на-то. Смотрю, этот парень тебе понравился. Ты что? Не в этом дело. Я просто хочу отблагодарить его за подсветики. Мы кое-что ищем в регионе Эбра. Мы уже исследовали его южную часть и теперь направляемся на север. Если нам еще доведется встретиться, мы поделимся с тобой нашим секретом. Ну а пока прощай. Идем, Мегин. Пока. Странные сестрички. Ну вот в пещеру со светящимися грибами я зайду. Короче, это название подсветиновика. С трудом выговариваю, поэтому подсветики я их буду называть. Фонари. Вот они, как раз-таки подсветиновики. Выговорил наконец-то. А кто здесь проживает в этих пещерах? Обезьянка! Слезай оттуда. Блин! Големорезак сломался. Я тогда возьму его палку. Я надеюсь, он не против, что я буду... Ух ты, ух ты, ух ты! Мы вышли из бухты. Огненькое что-нибудь нужно. И помашнее. Ну что, откроешь свой ротик? Ну а ты сдохла эта тварина. Сейчас посмотрим, что там в сундучке у нее было. Воздушный щит? Им удобно пользоваться даже в воздухе. Это что, вместо параплана, что ли, или как? Ну-ка, дай-ка нацеплю, посмотрю. Хм. Странно как-то. Надо будет протестировать. Смотри, какое место нашел. Давай-ка я туда сейчас скину огненный фрукт. Он должен сжечь вот это все. Давай, гори, гори, гори. Ясно. Чтобы не погасло. Опа, готово. Что это тут за алтарь такой сундуковый? Облачение метели. Атака холодом. Это облачение из аккумулирующих материалов. В древности использовалось в ритуалах. В мороз с его помощью можно атаковать ледяным ветром. От холода-то оно не защищает. И почему оно похоже на какое-то десчачье одеяние, да? Но, тем не менее, атака холодом меня привлекает. Хоть и броня у нее похуже, чем у гвардейской. Давай посмотрим, как это будет выглядеть. Ну-ка. Ветер-то есть? Ветра не вижу. Видимо, мне надо на мороз выйти. В пещере тепло. Если я встречу еще одну пещеру, то я в нее не пойду. Наверное. Если меня не затянет туда. Давай лучше проверим щитри-то. Как это вообще выглядит, что я на нем могу как бы летать. Парить. Опа. Как на нем парить? Я не понимаю, вот честно. Вот вроде прыгаешь. Вот. Ну, обычный щит. Ничего в нем такого сверхъестественного я не вижу, честно. Там, кстати, звезда упала. Что, до нее, что ли, сбегать? Так далеко не хочется бежать. Клевер Курьера. Это то самое место, про которое мне говорили. Куда я могу вступить? Привет. А ты что спеешь? Подъем! О, дровишки. Я возьму. В общем, я не удержался. Я побежал за звездой. Она прям вот. Руку протяни. Вон, ну, тут как бы не совсем руку протяни, конечно. По глыбам льда прыгать мне не хочется. А она так близко. Это звезда. И она причем на откосе горы. То есть... Не, звездочка, извини. А это что такое? Щит чей-то? А шишек-то сколько тут? Щит я бы взял. А, это просто крышка. Не, крышку я не буду брать. Пойдем потрещим, короче, с этими чуваками. Тебя я, по-моему, видел. Пен, да. Точно. Это... В комментариях мне писали, что... Он сказал фразу в конце «поглядим», а я ее прочитал как «погладим» или «погладим» или что-то такое. Так, ладно. Поговорю с... Да нет, я не хотел с ним... Вот, псс. Че, псс? Трелиза, наш редактор, сейчас занята подготовкой последних новостей о госпоже Ельде. Если ты пришел по какому-то делу, можешь обсудить его со мной. Я в редакции «Важная птица». Ой. Это ты? Я так рад, что ты пришел! Наверное, из дозорного форта сюда добраться непросто. Я удивлен, что ты смог отыскать нашу редакцию. Раньше здесь была конюшня, но... Трелиза что-то напела хозяину, чтобы ее выкупить. Снаружи редакция все еще выглядит как конюшня, поэтому многие проходят мимо нее. Но тебя, я вижу, не проведешь. А нам такие как раз и нужны. Знаешь, если ты согласишься на мое предложение, я замолвлю за тебя словечко перед Трелизой. Хочешь тоже поработать репортером? Вместе мы прольем свет на все загадки Хайрула. Закройте свой клюв, кому говорю. Ты меня вообще слушаешь, Пен? Я же говорила, что занята, а ты продолжаешь мне мешать. И ничего я не плела. Мы с хозяином мирно все обсудили. Перестань придумывать обо мне сплетни, а то звучит так, будто я его обокрала. Я прошу прощения, это новый претендент на место репортера, и я только хотел... Претендент? Ну, посмотрим. Мне твое лицо знакомо. О! Ты ведь Линк! Пен, путь добра. Оставь нас наедине ненадолго, пожалуйста. А-а-а! Если так, то ты правильно сделал, что сюда пришел. У меня много нужной тебе информации. Все это время я собирала сведения со всего королевства. Многие очевидцы говорят, что видели кого-то похожего на принцессу Зельду. Я как раз собиралась поручить Пену разузнать об этом побольше. Я не хочу привлекать к делу лишнего внимания, поэтому не стала говорить Пену, кто ты на самом деле. Он недавно загорелся идеей работать с напарником. Поработаешь с ним? Конечно же, я не прошу тебя работать задаром. Хотя это было бы мне на руку. Подожди минутку, ладно? Я кое-что принесу. Вот так. Вот оно. Тебе достанется этот квакшен-комплект. В нем ты сможешь без проблем карабкаться по стенам в дождь. О, классная штука. Если твое сотрудничество с Пеном будет успешным, я отдам тебе этот прекрасный комплект. Неплохое предложение, правда? Это все, что я могу предложить. Решение за тобой. Пен, можешь заходить? Познакомься, это твой новый напарник. Погоди, я даже не соглашался еще. Ну, а я сразу так и подумал. Даже три лица увидела в тебе журналистскую жилу. Пен, теперь ты будешь заниматься сбором информации в конюшнях. Это просто сделать, потому что в конюшнях собирается много путников. Я уверена, ты справишься. В поисках правды о зелье. Блин, я думал, ты мне дашь фотоаппарат. Я так надеялся. А смотрите, архив закрыт, директора нет на месте. Вышенка. Тут еще и вишенка есть. Ну что ж, что я хочу сказать. Поскольку я теперь журналист, мне нужно с Пеном проехаться по всем конюшням и разузнать сплетни или слухи о принцессе Зельде, которая поступает в газету. И разобраться, где правда, а где ложь. Вот такие дела. Но этим мы займемся чуть попозже. А сейчас я направляюсь все-таки в деревню Рита. Я же правильно иду? Летная школа, путь в горы. Ну вот где летная школа, там и деревня Рита. Так что мы бежим прямо. А, нет, я ошибся. Мне надо правее. Стоп, минуточку. Мне нужно... А, так вот. Это же она или нет? Блин. Проблема в том, что тут мост сломан. Эх. И мост никак не поднять. А если реверсом воспользоваться, это получится сделать? Не, не получится. А там и звезда. То есть дорога мне именно туда. Окей. Не вопрос. Есть у меня одна идейка. Бомба цвет к щиту прикрупить. Значит, пробуем. И лягушку надо еще съесть. Слушай, у меня есть лягушка, которая позволит мне карабкаться по скользким поверхностям. Во, это она, цепкая квашка. Ее надо приготовить. Пойду приготовлю. А что это за материалы? Давай поболтаем. А ты здесь что делаешь? Тебе нужно попасть в деревню Рита? Ну, сейчас у тебя ничего не получится. Кстати, надо хайрульских шишек в костер подбросить. Знаешь, эти штуки, конечно, хорошо горят, но поток горячего воздуха такой сильный, что взлететь можно. Серьезно? Воу! Это то, что нужно. Слушай, нифига себе, как я высоко взлетел. Вот и все. И лягушку даже не надо никаких кушать. А я-то переживал. Деревня Рита. Вот мы и добрались, наконец. А где звезда? Где звезда? Где-то здесь звезда была. Была звезда, да сплыла. Все. Она, видимо, потухла. Слишком долго я до нее добирался. Ничего себе, лед трескается подо мной. Какой жирный. Смотри, как классно. Опа. Ой, вода-то холодная. Холодная, не надо туда лезть. Блин, как же это давно было. Наконец-то я сюда вернулся. Офигеть. У меня прям какой-то деживю, знаешь. Я в эту деревню заходил. Сколько лет-то уже прошло? Напиши мне в комментариях. Я даже... Пять лет, что ли, прошло? Или пять лет, что ли, слишком далеко? Ого. Помолиться можно. Давай это сделаем. О, тот, кто проходит испытания и получает частицы света. За четыре частицы света я дам тебе то, что пожелаешь. Капсулу сердца или энергии? Давай сердце. Я счастлив. Спасибо. Мязмы меня вот эти, конечно, смущают. У тебя есть еще частица света? Че хочешь с ней сделать? Капсулу энергии, наверное. Блин, и энергию тоже миазмы как-то из меня исходят. Давай-ка еще капсулу возьму. Одну выносливости. Потому что я с четырьмя сердцами как-то справлялся. А с пятью уши подавно. Ступай и восстанови мир, Пхайрули. Благодарю за все, что ты для меня сделала. Привет, детишки. Я готов. Давайте хорошо споем. Или что ты там сказал? В общем, в детсад мне неинтересно заходить. Где тут мои друганы-то вообще? О, это рынок, кстати. Рынок, рынок, рыночок. Я как раз тебя искал. Или это не рынок, это... А, тут поспать можно. Это гостиница была. Нет, в гостиницу мне не надо. Тут даже вот же написано, что это такое. Осмотреть. Да, это гостиница, все. Все ясно. Идем выше. О, тут светилище есть. Прекрасно. Очень здорово. Будет удобно сюда перемещаться. Вот он, магазин. Давай зайдем, посмотрим, есть ли у тебя одежка. Привет. Покупатель, ура, 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 добро пожаловать в Песню Неба. Спасибо, что зашел даже в такую погоду. Чем могу помочь? Дяденька. Дяденька, он даже не знает, кто я. Я кое-что продаю. Ага, купить-то у меня ничего не получится. Он и го. Что у нас здесь? А, вот, магазин одежды, отлично. Бронзовый клюв называется он. Я хочу купить. Что это такое? 600 пилот. О, так у меня денег нет. И, кстати, вот эта вот вязанка на ушах, она защищает от холода. Как это только возможно, но тем не менее. Вот, зимняя туника. У меня когда-то такие были, но я все просрал. В первой ботве все у меня это было. Денег, к сожалению, нема. Самая десовая 60... 650 рупий. Таких денег у меня, к сожалению, нету. Я жениччий. Короче, бежим наверх к старейшине этой деревни. Поздороваемся с ним, а потом пойдем к месту с аномалией. Приветики. Дай мне полететь туда. Это не честно. Я справлюсь, говорю вам. Облететь это огромное облако для меня будет легче легкого. Нельзя медлить. Деревня. Это же... Лин! Это ты! Тюлин. Молодой воин Рита. Тюлин. Молодой. Тюлин. Молодой. Тюлин. Молодой. Тюлин. Молодой. Тюлин. Молодой. Тюлин. Молодой. Тюлин. Тюлин. Молодой. Тюлин. Молодой. Тюлин. Продолжение следует...